всем привет мы сегодня будем для вас делать обзор на автомобиль типа вас 2106 сразу говорю бейте что-нибудь вкусненькое даже можете взять компотик там не знаю какой-нибудь любой напиток но мы вытупаем к видео мы для жигули вот берем это кольцо дальше мы вот сюда заходим там резифф ой секундочку вот сразу там нажимаете вот находите вот такую картинку нажимайте на него и дальше аккуратно вот так увидите в эти без разницы какой стороны вот так один раз только надо сделать далее нам нужно вот нам у нас сейчас так вот там нужна вот такая деталь мы берем его идет 9 палочку как только еще как-нибудь нормально для того чтобы сделать такие штучки надо взять нам надо взять вот такую штуку вы берете такую штуку ну и затем таким образом прицепляете его на машину конечно же это видео думаю думаю дубой долго так дальше мы берем эту штуку вот вот сейчас вот вы берете вот сейчас так вот ну вот собственно вот берете вот там что нибудь из этих подачи можете выбрать я ему вот вот этого штуку мне главное запомнить себе там ну и вот так делаем как надо с другими сторонами там даже что-то вот мы берем эту штуку и нажимаете на кнопку копии вот на ту копию и вот появляется такая только но главное нажать вот такую штучку и можно применять там дальше тоже самое берем такую штучку которая не меняется у нас тут дальше мы то же самое берем мы деревяшку то же самое нажимаем на копии копии вот так и делаем так дальше надо это кольцо скопировать то есть мы берем вот таким образом нажимаете на эту штуку и делаете копию и когда она будет получит такая картинка вы можете придумать сами тебе движок либо все по прямому только в одном направлении либо можно сделать еще задний ход я лучше сделаю задний ход потому что ну ну и вот так соединяете там дальше нам надо взять такую же палочку вот такую же палочку вот такую снова берете вы вот падай угоняйте его вот так прицепляете ну и вот такая картинка должна быть получится дальше мы берем вот снова как обычно вот эту штучку типа деревянную ну и дальше мы берем тоже самое нажимаем кнопку эзив которую я вам уже показывал там надеюсь вы запомните это все и можно вдумать способами там дальше нам надо вот так прицепить да будем мы сейчас ставим сравнимый размер смело нам допустим возьмем это человек какой нибудь вот такой ну видно что можно в принципе то есть мы можем делать компот там но хотя можно было и меньше поставить ну ну короче ну мне так лучше подходит поэтому удаляем человечка все приступаем к капоту нам нужна любая палочка в этот раз без разницы какую можно вот такую или вот такую палочку можете брать вот без разницы я возьму такую палочку ой соль так вот так что был размер оригинальный аккуратненько так ой и нет накладина на увеличивать по моему так сойдет дальше закрепляю это все чтобы никуда не падало и вот дальше дальше что мы делаем мы тоже вот берем снова такую палочку выете снова вы и вот вот нажимаете на паузу и как то вот так стоите затем дальше нажимаете два раза на эту палочку которую мы вот и уравнили и дальше нам надо кнопка вот эта кнопка если вы запомните конечно же аккуратненько там немного уменьшу это вот я короче сейчас немного уменьшу это и посмотрим что будет я вот таким образом уравнил все правильную дичь ну особенно капот у нас есть ладно на всякий случай убираем его пока что отсюда так ну или поставь назад я не знаю тогда что вы решаете там и тогда так с капотом мы разобрались но потом мы посмотрим механизм как он будет открывать его да но может быть приезжая только в этот раз вы идете уже другую место и выбираете вот 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 такую картинку ну которая кружочек там нарисован без разницы какую из них можно выбрать либо старую либо целую я возьму лучше такую целую там я закопировал там вот эту штуку чтобы их и что же если у нас закупить тогда надо лучше всего каждый раз откликать так чтобы попалась ровная дичь я буду искать его и тогда пробую лучше всего с палочкой то он сделать там ну вот так и спустилась время там что мы там дальше ну дальше вот надо вот так вот делать делать то же самое как строчек вот и если вот темно бак пропадает тогда капот открываться не будет даже сама машина в любой момент не поехать поэтому главная цель чтобы она была на палочке так вот а то если на палочке не будет туда ну что проверим это все ой блин сейчас немного подвинутым что ой блин я совсем забыл то что он с другой стороны такая что там это же жигули блин а я забыл что он с другой стороны открывается точно же блин а я думаю что я тупил там ответный палочку там что что такое то окей тогда тоже ну что ж ну что ж ну немного лучше блин постараться бы не сломать о повезло окей мы это все сделали дальше нам нужно стеклом сейчас пускай здесь вниз находите вы вот такое стекло берете его затем устанавливаете его вот как-нибудь таким образом чтобы капот мог открыть в любой момент и дальше вот так вот делать расширяется стекло чтобы оно было большой ну можно по размеру человечка можно не по размеру человечка как вы хотите просто о о о о о выяснение в том что он походу вообще будет сделать такой же гули что даже голова человека не пометится но мы проверим насчет сиденьем попозже это продемонстрируем технику с сиденьями и внутри салона ну а мы пока что извиняюсь мы пока берем ту самую деревяшку блин блин вы что-то там устраиваете там такого мини прикол в том что эта штука немного небольшого то поэтому мне придется если вы вот помните его что надо было делать тогда вспоминать обязательно поэтому уменьшая немного эту штуку потому что это реально прикол опа сейчас крышу на здесь прикреплено давайте еще половину прикрепим и проверим капот еще раз опа опа не открывается задержка по ходу бьется бля что так окей окей а он вот так даже крыше вообще плевать вообще реально крыше пофигу ладно копируем дальше стекло то же самое так вот так переворачиваем ну поганик у нас будет большой потому что во всех жигулях должен быть багажник даже немного большой так 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 прицепили вроде бы а дальше надо скопировать эту стоку вот нажимаете два раза на него то же самое выбирайте копию ну дальше вот ну немного увеличим или уменьшим там ну я немного вот так сделаю чтобы был размер багажника чё-то у меня такой багатник вообще непонятный но мне надо правильно его сделать там ну по-моему вот так вот должен был быть я не понимаю ну давайте ссори я забыл прикрепить блин всегда забываю то место когда я учусь ну вы поняли да прикреплять эту штуку петель сходе потому если не ошибаюсь тогда берем еще раз этот самый дверь в свой капот и перекладываем уже на багажник если он большой тогда просто однажды два раза на эту палочку затем мм кнопку развив немножечко уменьшить им как нибудь сместился и дальше мы берем эту штуку кольжосик о вот попала точно в цель и вот так прицепляйте вот она будет а вот так так же с капотом тоже дальше мы берем без ранец какую палочку даже можно деревяшку брать в общем но я возьму еще пойму я вот такую штуку и немножечко его уменьшу потому что она слишком большая но то же самое как обычно ничего не меняется но ручку визит нажимаете вот это вот мы не аккуратненько вот там дальше его то же самое скрепляйте м как я вам уже показывал надеюсь вы поняли все вот стенка от багажника готова ну багажник мы делать не будем потому что он и так уже готов там что дальше обустраиваем салон вот у меня в сохраненных вещей есть слива это которая м3 вот такая у меня есть вот мы с него вот делаем пульт управления мы аккуратненько удаляем все не нужное вот таким образом удаляем все чтобы было вот такое картинка так вот надо еще некоторые детали надо убирать тоже убирать ну короче вы поняли что надо дилет нажимать как делают я потом покажу конце как сказать мод на эту сливу даже других местах вот я вам попозже об этом монстре как у нас как то вот так получилось мэлона не знаю по месяце и второе место пассажиры или нет может бы стоило вообще бы стандартный кресло поставить ну ладно пофигу хотя это больше все похожее на машину типа а а других знакомых там хоть варень пола лада веста там другие жигули митингтон такого такая мы можем вот так убрать мэлоном все и так же все обустраиваем да соль спокойно немного да ну как если если вообще шевелится будет нам заново делать пульт управления так спокойно спокойно так блин короче как ты его уже угомонил сейчас оправим его в салон не знаю как за счет мэлоном поместится там так если будет одно место тогда извините но будет одно место жигули хотя обычно у меня в прошлом видео у меня жигули сломалось там там было также двухместное счет покупки будет одно место любом берем любого человечка либо того самого мелана дальше садим его в начале так кнопка сит для человечка вот вот кнопка вот этот сит нажимаете и надо еще какую нибудь среду подготовить для него ну что это либо стул либо такое компьютерное кресло зафрейзим его на всяких случаях ну и все дальше эту конструкцию человека отправляем его в салон в ооооой нормально нормально хорош поместился а путь мы управления убираем мы потом придумаем другой путь управления для этого жигули кресла можем тоже убирать но ну не надо хорошего все просто нормально поместился отличная машина просто ладно давайте копируем это кресло то же самое для пассажира ой у меня что такое труда где то наверное вот так вот походу дальше то же самое скрепляем ничего обычного такого нету во прикос ну и все дальше этого человека садим обратно в водительское место и на этом поможет что и сделать двухместное даже не знаю у меня там еще есть другие моды там вот разные виды человечков там есть пранки там молнии там ну и все тут такого то ну вот так у нас такой человек будет такой же такой же у нас там вообще да такой же и проверим на счет того нормально нормально я буду в шоке с этого я просто поражаюсь на вот это отличный разговор кресло вообще убираем хотя нам надо еще пригодится да и плюс ко всему не надо вот что там такие головы делать там вообще хорош идеальная машина просто что там сейчас я вам покажу что надо делать вот сейчас вот некоторые функции покажу если вы хотите чтоб человек уже встал то вот вам подсказка нажимаете два раза на человечка опускайте в самый низ и нажимаете кнопку стоп анимации нажимаете и человек встает вот надо бы запомнить вам такое ну и что же дальше нам нужно обустроить салон вот чтобы человек на бежаном мы дали вот у меня вот для него есть вот такая штукенция это типа просто так вот не знаю для чего надо ой ну вот так вот нажимаете вот сварила на него дальше кнопка та же самая кнопка вот такая ну и немного уменьшите эту штучку все больше не надо и отправляйте где нибудь вон в томе там вот вот и дальше эту педаль можно подсоединять к заднему колесу обязательно к заднему колесу вот так вот таким образом у нас будет электричество какой-нибудь о руль тоже можно придумать без разницы какой сейчас но можем придумать любой руль либо короче либо вот такие палочки или вот такая деревянная палочка для гуля подойдет либо вообще подойдет спасательный круг я уже возьму спасательный круг для гуля вот так делаем и по размеру человека который он сидит делаем руль где то по ходу так вот можем сделать так дальше это скрепляем мы там все ну и вот человечек у нас там сидит мы тоже самое делаем из задним кодом то есть кнопки мы оставляем копируем эту кнопку заходим сюда то же самое является фонд копию там где папка есть и чтобы она была виднее ну да ну где то наверное он тут может поставить дальше связывайте это все конечно в любой момент можно не увидеть но если вы хотите чтобы он был виден вам немного вам надо немного увеличить эту вот машину вернее эту штучку немного увеличите вот таким образом и дальше снова скрепляете то самое место и все у вас теперь видна кнопка если белая она тогда она включена если ничего нету тогда она выключена то же самое делаем и с мелким мы это вообще лишнее удаляем мы заходим копию я уже что-то там закопировал вот это что указаем под ноги или над ноги но он не получится немного вот так пододвинем хотя бы так ну и вот таким образом если она не показана тогда она либо ну либо несколько штук вот что у нас получается там стоп а все точно понял я думаю что у меня пропало там все она будет заменил эту кнопку точно все подсоединяем к водам машине ну дальше для него можно еще двигатель поставить там фары кстати надо обязательно так я это пододвинул там что ведь надо будет делать заходим вот на такие на тройке вот заходите вот сюда и дальше запускать в самый низ там есть выбор фонарики там есть вот другие там сразу заранее для машины выбираете флешлайнг две штуки мне без разницы сколько надо мне хотя бы две штуки дальше мы их вот таким образом делаем нажимая на эту кнопку и дальше вставляете в любое место так же самое и со вторым то же самое то же самое нажимаете на эту кнопочку ну и то же самое вставляете сюда нам в свое место можете даже раздельно либо поближе либо вообще ровно как у меня там так дальше нам нужно вот так скрепить это все а потом вот начать пробега ну да они работают думаю на ночи попадают там вот дальше у нас светит вон так до этой штуки там и все но в целом нормальная машина сейчас делаю день обратно и как же делать красный огонь для жигули тоже вы вы берете вот такую лампочку зачем дальше нажимаете на нее два раза на самом верху нажимаете кнопку вот эту вот на самом верху и все вот такая инструкция делайте обязательно максимально красными вот нажимаете окей и вот горит вот мы оставляем это вот где-нибудь там но я на всякий случай вот сделаю нажимаем на кнопку вот вот такую нажиму на кнопку а вот я буду прикреплять его где-нибудь и он на середине вот нормально ну супер же хотя мы еще наверх добавить там все нормально и как чтобы ничего там не позволится там чтобы запускать на магнитом и фонарей фарен то для вас есть одно но так а делать из копии такую же точку есть у нас оконилась наш то есть дальше вообще выберете эту штуку накладывать его сюда и проверяем о горит значит тогда это нужная вещь дальше берем провода и прикрепляем аккуратненько вот так таким образом им кто-то даже к этим фонариком его что получается вот так можно включать типа фары тоже самым может так вот его чапку ждать в ночь вот таким образом и все они зельца но я еще хочу провести свет в салоне да это обязательное решение обязательно за все от салоне вырубаем это все и поэтому мы абсолютно любую лампочку нет я не туда пошел извините берете такую же лампочку вы можете поменять его секунду между там трясется там уже гулялась и некоторые проблемы есть в том что вот только что это пришлось я так понял если вообще видели тогда напишите комментариях дальше мы берем эту штучку вот накладываем где-нибудь как делать сегодня немного его уменьшим давайте вот так вот нажимаете какая обычно кнопка у этого снова увеличиваете убери уменьшаете так чтобы все было нормально прикладывать его сюда выбирайте любой звено для жигули вот ночью обычно бывает только бежевый цвет это который вот так вот бывает поэтому я лучше и поставлю конечно прикольно что ответ потому что давайте пробуем а все стоп капот уже открывать теперь а походу некоторые не только подки пошли по ходу о да 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 я вижу такую ситуацию надеюсь что жигули не сломается и добровольным из этого стекла как цены вот так вот он все я надеюсь что он не сломается у меня окей процент но сейчас при этом ночи и вот как у меня работает ой положением ну вот это нам вот так и работает сейчас сделаю еще ну вы поняли да короче дальше вы можете двигатель себе любой сделать я знаю что буду делать еще с взрывчатками какими-нибудь чтоб машина при ДТП взрывалась да чтоб при кого у меня ДТП машина взрывалась так так вот допустим выберем вот такой моторчик так дальше то же самое вот прикипляйте ну и это будет чисто будет специально так ну и даже какие уйти это вы взрывчатки может добавить например коктейль молотова можете добавить сюда я добавлю сейчас опа 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 что то пошло не так так я уже реально испугаюсь что машина может ломаться у меня там и да и все надо все равно стекло пододвинута я немного реально испугаюсь что машина у меня взорвется сейчас совсем полностью залагает у меня и все бедная машина будет у меня ну и аккуратно ставьте вот такую бомбу си-4 ничего страшного на фонарике не обращай внимание все равно же они тут заинаблены ну ты ну чтобы они прошли от такой текстуры берете и вот такую стуку или во все не надо испугел но и все наверное так выбирать чего для ремонта если того что то бомба си-4 уже как это не держит по всем фуу в виде звука что машина не стullah на двигатель дальше вы можете сами рекомендовать вам ко sizes мы берем эту штуку мы вот так вот и сделать им такой функцию даже вы его как дальше надо снова нажать на эту кнопочку чан колдом и дальше делать и максимально желтыми или оранжевым цветом ступыми вот он так должен ярко светиться дальше вот так делаем и вот так надо делать с передним сейчас я буду сделать я придумал сделать поворотики типа вот таким вот нажимаете вот на несколько разных кнопки и вот как у меня работает там даже другой стороны то же самое в том числе я делал такую штуку типа аварийки для этого жигули поэтому жигули вот так вот у нас ой ссори это не та кнопка а надо вот вот такая да это у нас аварийка такая будет типа ну и в общем на этом уже по ходу все но можно для девочка придумать задержку себе какую нибудь или вообще можем девочка вообще убрать все дальше мы берем вот так делаем дальше нажимаете на него два раза нажимаете на кнопочку сейв дальше выбираете любое название на английском хотя есть еще один маленький лайфхак как делать буквы на русском языке для этого пишем вот б вот гранится как все равно они будут только большие а чем троечка ставим вот так вот и 2106 все это русские буквы готовы и проверяем вот до жигули у нас есть все мы все убираем и проверяем тест драйв этой машины пока только без девочка так ну что же нажимаем педаль едет тормози ой блин вот так тюх работает задний ход работает и так машина взрывается у нас при дтп и в любом столкновении все надеюсь вы все запомнили как портовать джигули и обязательно ставьте крутые лайкосики и пишите комментарии что мне еще бы такого придумать для вас чтобы сделать еще кое-что ну с вами был я и всем пока тюх да ю ли ю ли ю ли ю ли ю ю ю ю ю Продолжение следует...